Мир полным ходом готовится к приходу нового года в разных уголках планеты. Его встречают по-разному. В Бразилии, например, дают дары местным богам. В США устраивают яркие парады. А вот в некоторых европейских городах думают не столько о празднованиях, сколько о мерах безопасности. О приятных и важных заботах канун нового 2018 года в нашем следующем сюжете. КОНЕЦ Ветер на Тайм-сквер вскружил конфетти и получился эффект циклона. Мы просто бросали конфетти вверх, они поднимались кругами все выше и выше. Люди останавливались и смотрели. В Солнечной Калифорнии и другие предновогодние традиции. Жители города Пасадина уже 129 лет в первый день нового года устраивают парад роз, чтобы похвастаться своим вечным летом. И сейчас они сотнями цветов украшают праздничные панели с гигантскими мифическими существами и тропическими птицами. Я занимаюсь украшением уже 31 год и обожаю это. Все свои планы строю так, чтобы успеть на парад роз и украшение панелей. Бразильцы накануне нового года благодарят богиню моря Емайю. Сотни приверженцев религий Умбанда и Кандамблен на пляже Рио-де-Жанейро прямо в воду бросали для нее дары. Люди верят, богиня обязательно пошлет им в ответ свое благословение. А вот в Европе беспокоятся не только о ярких празднованиях, но и усиливают меры безопасности. В лондонском Скотланд-Ярде говорят, теракты 2017-го стали для них уроком, поэтому шоу фейерверков британской столицы будут охранять очень пристально. На месте будет работать эффективный поисковый режим и режим безопасности. Там можно будет увидеть и барьеры, и полицейских в форме, и частную охрану. Незаметными останутся только некоторые скрытые ресурсы, которые будут работать вместе с нами, чтобы сохранить безопасность мероприятия. Усилят охрану на время праздников и в Париже. Там больше 10,5 тысяч полицейских будут патрулировать город в новогоднюю ночь. Виталия Кушмирук, подробности телеканал Интер.